Приветствую вас на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы как быть если родители против твоих отношений с мальчиком ну думаю что спрашивает девочка хотя такие времена что подобное недоумение может касаться и поврежденного от современной обработки и мальчика конечно же родители не чувствует то что чувствуешь ты ты можешь чувствовать стремление восторженность ты можешь чувствовать романтическое увлечение ты можешь быть как некогда татьяна на дрожжах французских романов подготовлена к полному романтическому самозабвению и по словам современной песни любовь как в море готовы бросаться с головой но родители уже не дети они уже как правило немало живут на свете как минимум лет двадцать значит их собственный опыт позволяет обратиться к своему молодому поколению к молодой поросли с рекомендациями которые будут удерживать от необдуманных безрассудных под воздействием мимолетных чувств пришедших решениях и опасных действиях дело в том что увлечение мальчиком непременно имеет за собою некоторые чувственные плотские порывы она хотите вы или не хотите но приближает вас к плотским падением оно не может ограничиться дружеством мы не называем новых друзей и интересные знакомства вот тем же и не идентифицируем свою романтическая влюбленность с приобретением каких-то полезных наставников учителей единомысленных друзей коллег партнеров по каким-то добрым делам даже если вы еще вполне молодой человек там где чувства начинают вами руководить есть большая опасность наломать дров поступать безрассудно вы взираете глазами несколько затуманенными этой восторженностью и зарождающимся плотским чувством к предмету ваших воздыханий родители очень часто смотрят на него с точки зрения своего житейского опыта и беспокойство за вас и для них кажущийся вам безопасны во всяком случае очень желанный путешествие на ласточке как некогда героини пьесы островского беспреданница более известные нашему широкому зрителю как кинофильм жестокий романс конечно же родителям видится последствия и когда мама лариса говорит ей авось господь тебя и помилует отпуская на корабль с и людьми может быть и симпатичными и барственно величественными но при этом конечно же далекими от благочестия и искренней попечительности о дочери конечно же поступает о ее дочери поступает в высшей степени безрассудно и надеется что будет береженной богом та которая сама себя не бережет и та которая не убережена матерью родителями конечно же вполне безрассудно на бога надеюсь сам не плашай поэтому никакая никакое подлинное искренне молитвенное упование о благополучии о сохранении в невинности в чистоте свои дочери не могут заменить родителям на этом этапе подростковом еще мягкотелой юности не могут заменить строгих мер запретов ограничений которые необходимо накладывать на молодую порывистую еще душу которая еще не ведая опасности готова бросаться вслед за своими восторженными впечатлениями вслед за какими-то понравившимися симпатичными одноклассниками или однокурсниками надо сказать что чаще подстерегает этот плотской соблазн вырвавшийся из родительского дома по получению среднего образования студенческая жизнь уже гораздо более независимая если ребенку в подростковом возрасте не были привиты навыки развлечения добра и зла чистоты и порока навыки покаяния в тех прелогах греха борьба с которыми поможет избежать будущих грехопадений то оставлять самостоятельности таких молодых людей и девушек крайне небезопасно так что не роптать не огорчаться но благодарить Бога надо за внимательных и строгих родителей которые до времени приобретения некоторого собственного дара рассуждения от Бога за свою чистую покаянную жизнь в результате уже знакомства и с мировой художественной культурой литературой пока еще человек не наберется и из книжек и собственного опыта знакомства с людьми подлинного опыта очень хорошо оставаться под покровом строгого и бдительного родительского попечения и и и и